Доброе утро! Если вы хотите, чтобы мышцы вашего тела стали еще крепче, осанка ровнее, то предлагаю познакомиться с вот таким тренажером, называется Боссу. Опа-оп! Ну, не очень удачное знакомство первое. Марина Афанасьева. Вот кто дружит много лет с этим тренажером. Фитнес-тренер с 15-летним стажем не только умела, стоит на балансировочной платформе, но и выполняет ряд весьма сложных упражнений. Марина, что не так у меня было вначале? Все так, но для того, чтобы получалось хорошо, нужен навык. Навык вырабатываться со временем. Времени на обучение нет, поэтому сразу в бой. Нужно сначала самого простого. Хотя бы просто вот так вот встать двумя ногами и постоять. И почувствовать, как уже стабилизаторы, как вот вас немножко начинают штормить, и тело находит равновесие. Это самое простое. Это могут делать даже взрослые, пожилые люди с вообще неподготовленным телом. Следующий вариант – это когда вы переносите вес тела на одну ногу. Усложняем, руки поднимаем в сторону. Поза цапли у меня вышла не очень, но главное – начало положено. Дальше мы попробуем сделать упражнение чуть более сложное. Становимся двумя ногами на середину платформы. И делаем выпады назад правой-левой ногой, сохраняя корпус ровно. Поехали. Теперь немного о пользе. Боссу тренирует спину и укрепляет мышцы стабилизатора, развивает координацию. Еще полусфера вносит разнообразие в рутинные упражнения. Так, например, выпады становятся намного сложнее. Вам там по ту сторону экрана наверняка кажется, что это очень просто. Но это не так. Мы работаем. Я смотрю, у нас мячи появились, да? Да, сейчас мы немножечко усложним, добавим в работу мышцы коры и мышцы верхнего плечевого пояса. Это необычный мяч, да? Это необычный мяч, это тяжелый мяч, называется митбол. 2 килограмма, 3 килограмма, вам дают 2 килограмма. Хорошо. А что делать? Значит, мы опускаемся коленями на середину платформы, колени на ширине таза. И отрываем стопы от пола, так, чтобы почувствовать, что включается баланс. И усложняем тем, что поднимаем руки вверх медленно. Интересный факт, Боссу используют не только в фитнес-залах. Он хороший друг футболистов, хоккеистов, лыжников, баскетболистов. Вот такой полезный инвентарь. Мяч откладываем в сторону. Да. И сейчас попробуем сделать другой вариант работы на платформе. Переворачиваем платформу обратной стороной. Да. На платформе работаем с двух сторон. И попробуем сейчас делать отжимания. Руки трясутся, ноги напряжены до предела. Похоже, я проиграла этот бой. Давай. Что такое? Что вы делаете? Что напоследок хочется сказать. В чем прелесть вот такого тренажера? Даже после тяжелой тренировки вы можете вот так вот присесть, отдохнуть и также держать баланс. Будьте здоровы!